И у нас сперва небольшая вставочка, в которой мне бы хотелось поблагодарить человека с никнеймом RedFrog за подписку третьего уровня на Бусти. Ну а теперь погнали, ребята, смотреть реакцию. И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем просмотр аниме Монолог Фармацевта. И по счёту нас будет 11 серия. Но прежде чем мы приступим к её просмотру, не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал. Также ставить лайки, писать ваши комментарии, подписываться на Телеграм, на Твич. Ссылочки все находятся в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра и давайте смотреть дальше. Сожалею на госпожа Ада на чаепитие. К вам, Фэн Мин. У меня тоже есть разговор. Понятно. Вещи уже собраны и уложены. Значит, как я и думала. Прошу. Ну так что, какой у тебя вопрос? Нам больше не нужна помощь с уборкой. Когда вы уезжаете? А ты наблюдательная. На деле вы не убирались, а собирали вещи. Ведь во время празднования Нового Года сюда въедет новая наложница. А наложница Ада должна будет покинуть дворец. Госпожа Ада ведь больше не сможет иметь детей. Что произошло во время родов? Боюсь, тебя это никоим образом не касается. Как раз таки касается. Роды у нее должен был принимать мой отец. Не повезло, что Ада, которая в те времена была наложницей принца, родила одновременно с царствующей императрицей. Я не могу. Когда уже вернется лекарь? Он все еще занят императрицей. Госпожа Ада. Госпожа Ада. Все будет хорошо. Я вас не брошу. На первое место лекарь поставил императрицу. И госпоже Ада пришлось ждать. Госпожа Ада. По всей видимости, именно тогда она лишилась матки. А сын, которого понесла госпожа Ада, вскоре скончался. Госпожа Фэн Мин, вы вините за это себя? Полагаю, что пока госпожа Ада не здоровилась, заботы о ее ребенке вы взвалили на себя. Да, это чисто в большинстве своем предположения. Явно не Шарлатан. Видите, он был занят императрицей. Все думают, что ребенок погиб из-за той самой пудры, которую недавно изъяли. Но ведь причина в другом. Этот так называемый Шарлатан наверняка запретил ядовитые белила. Вы не глупы. И поэтому последовали совету лекаря. Настоящая причина смерти здесь. На свете полным-полно ядовитых цветов. Например, аконит или азалия. Нектар тоже содержит яд. Я это знаю. Теперь да. А тогда не знали. Обычный мед, в котором нет ни капли яда. И который считается полезным для здоровья. Для новорожденных опасен. Спасибо за помощь, Фенмин. Да что вы. Мне только в радость, госпожа. Отдыхайте и набирайте сил. То есть, все получилось таким образом. Да, как бы она родила. И все нормально. Претензий к ее отцу никаких не было. Собственно, он, получается, занимался в это время императрицей. Да. Но она все-таки родила. Но, родив, лишилась возможности иметь детей. После того, когда она родила, ее ребенком начала заниматься вот как раз таки вот эта вот служанка. И ребенок начал заболевать. Болел, болел. В итоге умер. Где-то именно как-то посчитали то, что лекарь некомпетентен. Да. То есть, его изгнали. А причина вся была как раз таки меди, которым она кормила маленького этого ребенка. И она этого не знала на тот момент, но в дальнейшем, когда она потом это узнала, начала в этом всем винить себя. Так? Ада не должна была этого узнать. Иначе она бы поняла, что смерть ее сына на ваших руках. Поэтому вы решили устранить угрозу. А угрозой была... Наложница Лишу. При прошлом императоре Лишу хвостом увивалась за Ада, как за наставницей. Ада тоже в Лишу души не чаяла. Девочка, отнятая у родителей. И женщина, не способная родить. Стали зависеть друг от друга. Тогда-то вы и узнали, что Лишу едва не умерла в младенчестве из-за меда. Чтобы Ада не услышала ее историю, вы прогоняли Лишу из гранатового зала. А когда прошлый император почил, Лишу покинула дворец, так и не узнав, за что попала в немилость. У вас, небось, сразу от сердца отлегло. Небось, думали, что больше никогда не увидите Лишу. Но она вернулась во дворец. В качестве старшей наложницы. И стала угрозой статусу Ада. Бестыжая девица так и норовила встретиться с Аду. Словно та ее родная мать. Чтобы спасти положение бесплодной Ада и скрыть правду об отравлении медом, вы подмешали в суп Лишу яд. Чего тебе надо? Ничего не надо. Я дам тебе, что захочешь. Взгляд очень опасный. Ну, понимаете, то есть она человек... Может быть, она не... Ну, она не такой человек. Просто вот... До чего-то вела ее именно вот эта вот боязнь, да? Я не знаю, что с ней было бы. Ну, если бы она попыталась Аду рассказать о том, что так, мол, так... Причина в том, что ваш ребенок погиб, это я. Собственно, я не знал то, что мед нельзя. То, что мед — это я для вонарожденных, да? То есть я не знал об этом в то время. То есть что было бы? Что бы за этим последовало бы? Если бы ее изгнали, это полбеды. Если бы это была бы казнь, тогда ее можно понять, почему она пыталась это скрыть. Если же был большой шанс того, что в общем не будет... То есть максимально это изгнание, а скорее всего даже до этого не дойдет, а просто-напросто где-то как-то именно ну а да там, не знаю. Ну, что же делать? Ну, поубивается. Но это уже дело давно минувших лет, да? То есть как бы это уже все давно прошло. И вполне вероятно, тем более из-за ее где-то как-то именно вот незнания это все произошло, может быть, она даже ее простила бы. Тогда мне отчасти понятен ее страх, но куда этот страх ее завел, вот это уже переходит просто-напросто все границы, потому что начинают страдать многие люди чисто из-за того, что она не хочет, чтобы узнали про то, что было раньше. По большому счету она не виновата в том, что случилось. Просто она не знала. Она не знала, вот и все, она хотела как лучше. И была довольно хорошей служанкой. А с тех пор, как она пыталась это скрыть, все это именно ее начало толкать на такие поступки, о которых если узнают на данный момент, казнь ей уже не избежать. Ну, потому что она пыталась отравить наложницу, при этом вспомнит раньше, что по ее вине умер ребенок Ада. И вот это вот начнется одно на одно, одно на одно, одно на одно и все. И все. То есть даже сейчас мелкая может не бояться есть мед. То есть это в детстве случилось так, что она практически не умерла, но по итогу выжила. Но сейчас ей мед уже никакого вреда не нанесет. И значит, это все, все полностью взаимосвязано. Все взаимосвязано. То есть это все идет непосредственно именно от этой служанки. Все идет от нее. И отравление этого супа, все. Думаю, вы и сами понимаете, что это бессмысленно. Она опасна, потому что ей либо если узнают ей казнь, то есть ей, по сути, нечего терять. Ответь. Ты знаешь, что дороже всего человеку, которого ты ценишь больше всего. В день знакомства с госпожой Ада я решила, что буду служить лишь ей одной. Она обладала волей, какой нет у других женщин, и говорила с принцем на равных. Мое уважение к госпожи не знало границ. Я же, в отличие от нее, всю жизнь следовала родительским наказам. Даже служанкой стала по их замыслу. И все равно своими руками отняла то, что было ей дороже всего. Я его отняла! Отняла сына, которого госпожа любила больше жизни! С собственными руками! Тогда она сказала нам эти слова. Вашей вины здесь нет. Дети часто не доживают до семи лет. Жизнь может оборвать зауряднейшая болезнь. Небеса уготовили моему сыну такую судьбу. Я прекрасно знала, что каждую ночь госпожа Ада заливается слезами! Что же Фэн Мин чувствовала все эти 16 лет? Что? Раз принесла на алтарь верности даже личное семейное счастье. Не представляю. Я в своей жизни никогда и никем так сильно не дорожила. Если господин Женьша узнает, он в тот час прикажет взять Фэн Мин под стражу. В любом случае смертной казни ей не избежать. Да. Она умная женщина и прекрасно это понимает. Но Но Никогда, конечно, не поздно признаться и все рассказать. Не касательно именно отравления, да? А касательно именно того, что она была виновницей того, что ребенок умер, да? А, да. Та с большой вероятностью ее простит. Остальные же эти моменты в плане именно отравления, да? Можно где-то как-то об этом умолчать и никому об этом не говорить. Она не тот человек, который будет если, ну, то есть ее гложет именно вот это вот то, что она виновата, то, что она не рассказала, да? И она пытается сохранить эту тайну, пытается это скрыть. Но если хранить уже будет нечего, если об этом уже будут знать, смысла где-то как-то им убивать ту же самую в эту вот мелкую наложницу тоже не будет. Она же не хочет этого делать. То есть сама по себе человек, она неплохой. И просто нужно убедить ее где-то как-то осознаться, чтобы этот груз с души упал, чтобы она увидела, что ада где-то как-то именно вот ее простила. И в этом случае она может продолжать работать дальше. и она не будет пытаться в дальнейшем никого убивать. Если же она этого сделать не захочет, ну, это проблема. Это проблема. просто единственный единственный для нее вариант на данный момент остаться в живых это вот как раз таки рассказать. если бы то отравление прошло бы успешно, то на ее руках уже было бы именно умышленное убийство. Правильно? То есть наша к этому шла целенаправленно и убила. Да, так и было бы. Но этого не произошло. Слава богу, этого не произошло. И на ее руках где-то какой-то вот такой вот смерти на данный момент нету. Поэтому еще можно все можно все где-то как-то спустить. Но это единственный шанс. У меня предложение. Все, что я могу сделать это объединить два ваших мотива в один. Результат будет тем же. Но если вас это устроит, прошу выслушайте меня. Как же я устала. Помыться нет никаких сил. Надо хотя бы переодеться. А то ведь все обмоталось промасленной бумагой для защиты. Хорошо, что зря. Получить ножом больно. Для защиты от ножа? Подготовилась. Фэнмин сдалась и во всем призналась. Что скажешь? По поводу чего? Ты поручала Гаушуню собрать информацию. Да. Надеялась что-то узнать, но все оказалось напрасно. Мне кажется, почему-то он понимает, что это пошла на преступление, чтобы Ада сохранила статус одной из старших наложниц. Понятно. Однако Ада уже решила покинуть внутренний двор. Она будет жить в отдельном дворце на юге. Ее решение связано с этим происшествием? Нет. Оно давно было принято. Так решил император. Ясно. Какие цветы? А, хуняных поставила. Да уж, засвели не по сезону. Как сладко. Только это яд. Да не бойтесь, не смертельный же. Я сделала Фэн Мин предложение. Оно касалось покушения на Лишу и смерти наследника. Если свести два мотива к одному, тогда Фэн Мин сможет скрыть от Ада истинную причину смерти ребенка. Хоть и заплатит жизнью. Это большее, что я могла для нее сделать. Ведь власти у меня никакой нет. Но это единственный вариант, который я сказал. Я просто рассматривал вариант, чтобы она осталась в живых. Но она даже на это не готова пойти. То есть для нее важнее ее жизнь и то, чтобы Ада не знала того, что именно из-за нее погиб ребенок. То есть она до такой степени считает себя виновата и корит себя за это, что готова как раз-таки расстаться с жизнью, но чтобы Ада не знала ничего. Тогда вот видите, к какому они варианту пришли. То, что она признается в том, что пыталась отравить, ее за это казнят, но при этом никто больше никогда не узнает о том, что она была причастна к смерти ребенка. Ну, так обстоятельства сложились. Хотя все равно со временем может быть Ада об этом узнает, но она уже, то есть служанка уже будет мертва, то есть уже будет казнена и она уже не узнает о том, что так, где-то как-то именно узнала. То есть умирая, она понимает, что пока что Ада ничего не знает. Короче, глупо, наверное, по мне. Глупо. Можно было бы жить. Не спится. Пойду прогуляюсь. Среди забралась. Фэн Мин казнили. Наложница Ада завтра покидает дворец. Ого, тут кто-то еще есть. Ты ведь та служанка, которая помогала с уборкой. я сейчас же уйду. Сиди. Не хочешь со мной выпить? О, выпивка! Огромное спасибо. что, похоже на мужчину? Но ведете вы себя очень по-мужски. Да, так же набухиваешь, ну. А ты честная. После того, как мой сын покинул меня, роль наложницы, я сменила на роль старого друга. Точнее, вернулась к роли старого друга. не думала, что мне вновь пожалуют титул наложницы. Полагаю, император просто пожалел меня. Давно надо было передать этот титул другой. Чего я так долго за него цеплялась? Скорее всего, она излила бы душу любому, кого сейчас здесь встретила бы. Может быть, а может быть и нет. представляю, как холодно в этой воде. Представляю, как больно. Это точно. Какая же дура. Наверное. Мы все дура. Наверное. Теперь все ясно. Та служанка и правда покончила с собой. Ада это поняла. Возможно, Фэн Мин помогла служанке, чтобы отвести подозрения от своей госпожи, служанка решила утопиться в ледяной воде. А Фэн Мин пошла на виселицу, только бы скрыть от ада страшную тайну. Слуги отдали за госпожу свои жизни, независимо от того, хотелось ей этого или нет. Мне тоже пора отсюда спускаться. Что ты делаешь? Дурак совсем, нахуй пугаешь. Кто тут шастает? Ну уж прости. Господи женщины, вы тут откуда? Средухой. Тот же вопрос. Не, ну я-то ладно. Сейчас слезу. Прошу, можете отпустить. У тебя там нету ничего, ты нахуй меня держишь. Хочу холодно. И шо, блядь, не? В теплой одежде простудитесь. идите в свои покои. Вы что, пили? Пришлось, попросили. Попросили? Знакомая пригласила выпить и споила, напоила и куда-то скрылась. А когда вернулась, сказала, что довольна не верила в имитацию. У кого-то во внутреннем дворе хватает духу гонять женщин как мальчишку. Хотя, мне-то какая вообще разница? Не хочу я тут сидеть с этим навещим пьяницей. Минутку, если так подумать, он поймал меня, когда я упала со стены. Наверное, грубо сгонять его, даже сказав спасибо. Нет, он виноват в том, что ты уебнулась со стены. Ты бы не упала со стены, если бы не он. Он пизданул, он криканул, ты испугалась, ты упала. То, что на него, это просто чуть-чуть смягчает его вину из-за того, что он себя окликнул. А так-то по факту все равно вина остается за ним. Хай нахуй идет. Господи, женщина. еще немножечко. Пожалуйста, погрей меня еще немножечко. Не совсем понял его слезы. Похоже, никто из них не страдает с похмелья. Перед уходом ада должна сдать тиару добродетельной подруге. Скоро ее вручат какой-то другой девушке, ставшей частью императорского гарема. А, точно. Так вот кого она мне напоминала. Напоминала господина женщи. Они легко могут поменяться нарядами и никто поменялся. Так я говорил после того, как мой сын покинул меня, покинул ее, не погиб. С ее слов можно предположить, что он жив. Сын Ада и сын императрицы появились на свет одновременно. Что если после родов малышей поменяли? Ада на своем опыте поняла, что может ждать ее ребенка. Что вы делаете? Я принимаю роды. императрица важнее. Стойте! Ведь она всего лишь дочь кормилицы и подруга детства принца. Она поняла, что ее сыну было бы лучше, станем сыном императрицы. Возможно, после тяжелых родов Ада не понимала, что хорошо, а что плохо. Но в итоге, благодаря этому решению ее дитя выжило. А именно этого Ада желала больше всего. не исключено, что подмену обнаружили не сразу, а только после смерти настоящего принца. Тогда неудивительно, что папашу так жестоко наказали за невнимательность. Теперь понятно, почему брат императора не занимает высокого положения. И по какой причине мужественная Ада так долго не решалась покинуть дворец. Что за чепуха? Опять я себе навыдумывала. Да нет, они похожи как две капли воды. А эти как всегда. Только я думал, что они брат и сестра. Помните я? Я в серии говорил в прошлых типа что они что это получается наложницы напоминает именно женщин. и в тот момент мужественное и холодное лицо вдруг стало похоже на материнское. вот список родных фэн мин и всех кто с ними связан. Я слышал что ее похитили и продали но нефритовый зал мау мау тихо вот список родных фэн мин и всех кто с ними связан я слышал что ее похитили и продали но нефритовый зал мау мау серия пролетела быстро собственно я практически не останавливал на протяжении всей серии то есть эта серия как раз таки послужила той которая расставляет все точки то о чем я говорил в конце прошлой серии да что нужно чтобы был какой-то момент когда все именно объединят воедино и досконально поразложат все по полочкам разжуют расскажут где и как и что произошло и исходя из-за чего почему то есть нам все разжевали нам все рассказали целиком и полностью ну и то есть можно сказать что вот конкретно именно эта история но практически подошла к концу и вряд ли вот эта вот тема касательно того что женщина является выходит ребенком ада это уже наверное опустят а может быть и нет может быть в дальнейшем еще где-то как-то это всплывет но все равно это во-первых ее предположение тем более блин она же вроде говорила это вот когда они выпивали что роль брата стала играть может все-таки он не короче вот тут я вот чуть-чуть запутался вот в этой информации правдива она или нет тем более она целиком и полностью не дополнена ну то есть если подменяли значит выходит настоящий ребенок императора умер когда обнаружили то что ну вариант где-то какой-то именно вот подмены не факт где-то какой-то подмены когда обнаружили женщина все равно занимает довольно где-то какой-то именно высокий пост да ну я короче в этой вот именно в конце чуть-чуть какая-то информация не дополнена либо она просто для меня как-то не дополнена да и поэтому не знаю всплывет это или не всплывет если всплывет то тогда конечно же разберусь в этом посильнее если не всплывет то значит я до конца в этом не разобрался это факт и в общем у меня был вопрос касательно Евнухов также в прошлых сериях мне об этом написали в комментариях то что это в то время было довольно-таки почетно и многие семьи у которых рождались дети именно мальчики делали еще буквально с рождения их Евнухами для того чтобы те может быть получили бы шанс работать как раз-таки во дворце потому что это и большой заработок и почет и при этом они не давали на это своего согласия потому что у них банально не было выбора то есть если бы это был бы ребенок повзрослее как бы родители ему сказали и имеет он что-то против не имеет что-то против никого бы это не ебло а если они прям вообще маленькие то они вообще не понимают не разбираются что где да как да и не понимают чего их лишают и в то же самое время написали в комментариях что при таких обстоятельствах когда у маленького там практически новорожденного ребенка делали его Евнухом многие дети таким образом погибали не выживали и из-за этого семьи пытались рожать как можно больше для того чтобы хоть какой-нибудь ребенок выжил из мальчиков и стал вот так вот работать получается во дворце пиздец конечно времена времена конечно жестокие и припизженные слава богу что мы живем совершенно в иное время совершенно в другое время когда чего-то подобного не происходит то есть может быть где-то какие-то там не знаю там пооставались там может быть какие-то там племена или определенные где-то какие-то может быть деревни или группы где-то каких-то людей которые живут какими-то старыми традициями да но я сужу именно непосредственно конкретно по тому месту где живу на данный момент я и слава богу что чего-то подобного как бы у нас нет что по факту нам жить стало куда проще нежели в то время это факт и это хорошо ну а так в целом мне сказать по этой серии больше нечего какое-то такое у меня спокойное состояние и в таком спокойном состоянии я посмотрел понял практически все за исключением именно связи то есть я понимаю что она сказала но не как-то вот почему-то мне не до конца все эти вот моменты ясны по поводу женщин-наложницы а так на протяжении всей серии все касательно именно этого служанки ясно целиком и полностью и хорошо что такие ответы аниме по итогу нам дало это означает что следующие серии уже в следующих сериях уже пойдут где-то какие-то именно иные истории другие истории также связанные где-то с какими-то ядами или где-то с какими-то там покушениями и так далее так далее то есть нас ждет какая-то очередная история которая продлится может быть на протяжении серии или на протяжении нескольких серий не знаю. Вот, нас ждёт что-то новенькое. А, в общем, сама серия была из большего, наверное, драматичной, да, то есть никакого юмора изначально немного. Не то чтобы расследование, а конкретно уже фактов, обвинения вот этого всего, да, потом именно драма. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо. Поэтому, да, ребята, сказать мне больше нечего, буду на этом заканчивать. Буду с всеми прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok